Ребята, всем здорова! Сегодня будет клёвый выпуск, потому что мы идём проверять самый большой, как говорят, везде, на Красные Поляне, на Розахуторе, короче, в целом в Сочи, на самый большой водопад Европы. Мы поедем проверять, так ли это, или это просто распиаренный ручеёк. Поэтому поставьте прямо сейчас на паузу, нажмите лайк. Кто не подписался, обязательно подпишитесь, заварите чайку, и погнали вместе с нами. Добрый день, вы на канатной дороге? Да. Давайте я вас ориентирую, подождите меня на минуту, я провожу людей на посадку, а вы расскажите о том. А мы просто к водопаду хотим. Ну я вам с вами собираюсь. Давай, давайте. У нас всё нормально. Хорошо, смотри, это карта курорта, я вам с собой так уже дам. Мы сейчас находимся внизу, на закрытой кабине, вы поднимаетесь на 960, здесь, вверху горки города. По желанию, можете посетить Хайский центр, пострелять в лучшем тире, покататься на фидроцикле. Для вас это будет такой пункт пересадки, пока вы все маршруты не проедете, вниз вы не спускаетесь. Это самое важное, что я рекомендую. Здесь канатная дорога разведляется, и теперь вам вы можете отправиться к водопаду по лекарям. С пересадки К-10, К-12, К-13, небольшая пешая тропа, 800 метров по гальке, к подножию к водопаду приходите. Таким же способом возвращайтесь обратно на 960. Да, да, да. А раньше можно было, а я там не так. Не, нет, это с Роза Пик ты пешком идешь, правильно? Да, конечно. Но в этом году этот подъем не работает, так и надо же. Если можно... Yes! Мы победили! Вот, и если вы любители экстрима... Ненавижу Роза Путро! Да, нам лучше добавить. Мы с Роза Путро! Мы запикаем. Если вы любители экстрима, обязательно рекомендую прокатиться на Меги Сплайн. По скорости 80 км в час пускайте в машину людей. Самый высокий и протяженный Сплайн во всей России. Итак, стоимость одного билета. Входят все 8 канатных дорог. То есть мы по одному билету можем и на водопады, и на Купапай. Стоимость взрослого билета 1000 км в час. 1390 ценник. Сейчас оплачиваем и поедем. Сколько я заплатил? Мы хотели отправиться только на водопад Поликария, а встретили здесь... Нам сюда, Артем. А встретили девушку, которая продает билеты, она же экскурсовод. Она рассказала, что 1100 стоит билет до водопада, а 1300 до пика. И мы, конечно же, отправились на пик. Все остальные бонусом, все канатные дороги бонусом. В общем, короче, тогда сегодня снимаем полноценный выпуск про главную канатную дорогу, про вершину. Как она называется, вершина? Вершина? Черная пирамида. Короче, ладно, давайте, погнали. А мы воду-то не взяли себе? Нет, конечно. А у меня есть вода. Не-не, Настя, надо купить воду. Все такие билетики. Доброе утро. Все, начинается. Сейчас будем все на воскоряться. Начинается наше путешествие на гору. Какую это гору? Роза пик. Не роза пик это. Ой, да, черная пирамида. Черная пирамида на самую большую точку. 2300, сколько она это? 250, ладно. Ладно, все, погнали. Я посмотрю все. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Это мы подъехали к 960. Вы бы сможете посмотреть. Здесь мы сейчас будем быстренько пересаживаться. Папа! Стойте. Быстрее, быстрее. Вот она площадь высоты 960. Вот указатель водопад в Ликаре. Пойдемте. Вот начало. Опять билетики. Артем, подожди. Прокоди. Давай. Все, пойдем. Восточный лес. Вот, нам надо в эту, Родион. Давай, залезай. Сейчас поедем. Продолжаем путь к водопаду. Все, пока. Опять мы сейчас сделаем пересадку. И будем уже под, на открытой канатке ехать. Вот она, видите, начинается канатная дорога. Старт чемпиона. И вот открытые будут. И очень-очень здорово, что везде есть туалет на каждой пересадке. Стой! Я говорю, стой! Серьезно? А вот же. Блин, нас могут дети расстроить. Интерес этих подъемников заключается в том, что на спуск максимум два человека, либо два взрослых, один ребенок. То есть нас, короче, разделили. Мы едем с Родиомом. А Настенька с Родионом. Настенька, привет! Так будет крутиться. А на подъемы же можно всем табором. Но вот как-то так сделано. В общем, едем сейчас. Еще делаем одну пересадку. И, по-моему, еще одну. Вот мы подъезжаем к пересадке, к очередной. Здесь выходим, там опять садимся и опять в гору. Мы сейчас сделаем пересадку для любителей конных прогулок. Смотрите, можете взять лошадь и доехать до Куликария. 500 рублей. Смотри, здесь такие большие уже подъемники. Широкие. Мы сейчас преодолеваем, получается, последнюю канатную дорогу. Там больше пересадок не будет. Там мы выходим и идем полтора километра пешочком до самого водопада смотреть эту красоту. И вот и начинается путь к водопаду. Вот люди и пошли. Вот мы на высоте 1370. Самая раскрученная такая достопримечательность. Водопад Бликария. Его видно с самого низу, например, с Газпрома. Очень хорошо. Поэтому пошлите смотреть, действительно ли это такой красивый водопад. Или его просто разрекламировали. Сделалась дорога. Пока мы идем вниз. Пока комфортно. Но Родион уже все очень сильно хочет спать. Он обзевался. Залез к Настике. Посмотрим, что будет дальше. Возможно, будем опять тащить на руках всю дорогу. Но, судя по всему, мы должны идти постоянно. Будем идти вверх. Ладно, будем смотреть. Горячее вне должно быть. Да, красота с горы заканчивается. И все, начинается маршрут в гору. Видите? Ты что, это все в гору, что ли, надо идти? Мама, а я слышу, что у кантана. Я переговорила. Нет, с ног. Понял. Спасибо за просмотр. Спасибо за просмотр. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...